Что? Я говорю, зачем мусы сбрил, дурик? У кого? Грудинин, ты зачем мусы сбрил? Да, очень серьезно. Вот, кстати, вы напомнили. Вот операция со сбриванием усов. Вот я говорю, вот как этим пиарастам они умудрились после выборов еще навредить Грудинину? Это, ну, просто феерично. Вот просто феерично. И вот то, что там сейчас Шевченко завопил о том, что сбрил усы, это не означает, что он признал там выборы, ничего подобного. Шевченко, он, конечно, полностью отмороженный, у него ни чести, ни совести нет, он это показал на дебатах. Вот он там выступает против, говорит, вот там нарушили процедуру. Ты по сути скажи. Чего процедура? В жизни не все регламентируют процедуры. Ну вот вы столкнулись с конкретной ситуацией. Женщина вот в студии. Ну решите эту задачу, покажите, какие вы управленцы, покажите вашу правовую сторону. А ведь Шевченко завопил. А почему ее сюда завели? Шевченко прямым текстом, обвинив в нарушении процедуры, сказал, все, что говорила женщина про то, что Грудинин мразь и подонок, правда. Это я, Шевченко, заявляю. Потому что меня не интересует, что она говорила. Меня процедура, почему ей позволили сказать? Почему ей позволили сказать правду? Это Шевченко выписал квитанцию на то, что женщина сказала правду. И он знает, что он и про себя сказал, что он знает, что она сказала правду. Вот давайте посмотрим динамику. Вообще человек чести, какой бы он там ни был, если он дал слово, он его выполняет. Вот пример. Как бы я ни относился к Пескову, проиграл спор с Брилусой, потом снова отрастил, потому что он не обещал ходить без усов, он обещал сбрить. И он отрастил, все, он выполнил. И примеров, когда масса. Грудинин, он проиграл спор. Ему говорят, сбривай усы. А сбривать усы не хочется, а у Мишка-то нету. И чести нет. Понимаете? Ну просто человек без чести. И ума, главное, ума нет. И он говорит, а ты, Дудь, признай-ка, что выборы были несправедливыми. О, безошибочно, я выигрываю. Но Дудь же говорит, а давай мы спросим у населения. А население-то, какая явка и какое голосование за Путина? Ну за кого и как проголосует население-то? Ну это же очевидно. Ты вот ума-то, у тебя это, ты же что, не понимаешь, что Дудь не будет подставляться? Он скажет, мое мнение выражает те люди, которые являются моей аудиторией. Она не только меня поддерживает, это не мое, как бы лично на тебя накат. Это вот люди тебе говорят, выполняй свое обещание. И он говорит, пусть, ты скажи, что выборы были справедливыми. А он Дудь переадресовывает к людям, скажите, были выборы справедливые или нет? Но ума не хватило у Грудинина не делать такое заявление. Потом, видимо, ему говорят, ты скажи, что то называется сбреешь усы. что сбрил. Ну, потому что ты понимаешь, какой эффект. Ты против народа пойдешь. Ты против... Все считают, что они справедливые, а ты говоришь, что они несправедливые. Ты же Майдану квитанцию не сможешь выписать. А мы же на Майдан занаряжены. Нам же надо теперь орать будет по Путину, что Майдан должен состояться, что выборы несправедливые. И он значит сбривает усы. Говорит, все, я сбриваю усы. Дальше пиарщики успокоиться не могут. Даже Зюганов подключился. Я ему говорил, не сбривай усы. Какую информацию они вбросили? Они вбросили информацию, что на самом деле Грудинин усы не сбрил. То есть он еще и слова не держит, он обманывает, а не поддерживает. Вынуждены ему опять посоветовали, ты чего делаешь-то? Тебе хочется с усами ходить. Ты понимаешь, что ты себе будущее рушишь. Он не понимает этого. Он сбривает усы, и все бы было нормально, если бы не посыпались заявления, в том числе от Шевченко, а это ничего не доказывает. Доказывает, вот если бы Грудинин сбрил усы без всяких условий, он бы мог сказать, выборы были несправедливыми. Я не признаю этих, но я человек чести. Я сбриваю усы, я выкладываю там ролик, как я сбриваю усы, потому что я человек чести. Он бы, тогда бы вы имели право, все эти пиарасты и Шевченко в том числе, говорить о том, что выборы были несправедливые. Теперь, когда Дудь обратился и сказал, люди, давайте проголосуем, а эти тут же испугались и начали то ли сбривать усы, то ли не сбривать, а в конце концов, когда резонанс достиг определенного качества и они вынуждены были выложить ролик, как грудинец сбривает усы, потом орать о том, что выборы были бесчестными, несправедливыми, бесполезно. Вы сами получили квитанцию и вы сами расписались в том, что сбрили бы усы, не сбрили бы усы, уже никакой роли нет. Вот когда ума не хватило у Грудинина первоначально сделать заявление, вот, все, теперь никто не смеет даже слово вякнуть вот из проигравших, из грудининских, о том, что выборы были несправедливыми, потому что Грудинин потребовал доказательства, что выборы справедливые, чтобы народ сказал, дуть ему это организовал, и он сбрил усы, он признал правоту народа, потому что дальше не попрешь. Ну, вот понимаете, я вот когда смотрю на Грудинина, настолько примитивный, тупой, ограниченный, лживый, и как за него еще что-то агитирует. И вот этого индивида нам навязывают будущие президенты. Так вот, когда понимаешь вот эти все качества кандидата, понимаешь, что он Россию уничтожит на раз. Он ее просто вот все выпустит в распыл. Поэтому-то глобальному предиктору им нужно сохранить груди и не на. А весь негатив, который получили, это получили в результате действий страновой элиты США и подпиндосников наших местных, которые решили, что работать не надо, умным быть не надо, агитацию ничего не и надо по-умному устроить. Главное же, вот нам же сказали из-за рубежа, Грудинин будет. Их ничему не научила проигрыш Клинтон. Из каждого утюга неслось, что Клинтон выиграет. Их ничему это не научило. Они думали, что и Россия по-прежнему управляется из-за рубежа, что как Козырев, как бы и было бы у них в общем-то к этому основание. Они же видели Мутко на месте, Жуков на месте, они же видели, как готовят капитуляцию под белый флаг, как спели. И у них когнитивный диссонанс, они же не могут понять, что происходит с Россией. Почему? Так же, как и на Западе. Как же так? Она же капитулировала вроде бы. Россионская элита никогда бы не была государственной и национальной. Она всегда предавала Россию. И чем сильнее она предавала Россию, тем сильнее была война. И 12-го года, и 812-го года, и смута, с чего уж это можно и дальше, и смута, и война 12-го года, и война 1914-го года, когда мы вообще просто ради британских интересов вписались, сколько людей погубили ради британских интересов, чтобы, но английский солдат имеет ценность, а разве русский солдат имеет ценность, разве его жизнь хоть что-то стоит с точки зрения элиты, которая вписалась в эту войну. И в 1941-м году поражение мы получили именно благодаря предательству элиты. И его 1991-й год, и 1985-й год тоже получили благодаря предательству элиты. Элита всегда предает, а народ, он создает свою структуру управления, он создает свою основу выживания. Вот как пришли Минины Пожарские, спасти российское государство с народным ополчением, так вот все время для элиты народ не тот. А вот народ, освоивший знания, достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности, ставший концептуально властным во всем своем множеством и в индивидуальном качестве, будет непобедим вообще. И он сможет серьезно снизить кризисность и кровавость у грядущих событий, защитить интересы своей и своей семьи. Так что знание власти, берите эту власть в свои руки, учитесь, учитесь и еще раз учитесь управлять своей жизнью, государством, социальными суперсистемами, самым настоящим образом. учитесь. Учитесь.